Добрый день! Проблема стоит не так остро, потому что они не выезжают далеко за пределы города, за пределы региона, но тут ведь, знаете, вопрос в сравнении, если сравнивать с другими регионами, а наш гость сегодняшний ой, где только не побывал, если, не знаю, считать общее количество километров, пройденных по территории нашей необъятной страны, я не знаю, там какая-то астрономическая цифра, наверное, получится. В общем, представляем нашего гостя Андрей Леонтьев, журналист, автогонщик, путешественник, автопутешественник, проездом из Владивостока в Москву, заглянул в Киров. Уже на обратном пути получается. На обратном пути. Андрей, здравствуйте. Андрей, приветствую вас. Здравствуйте, здравствуйте, друзья. Давайте сразу про качество-то дорог. У меня сразу глаза зацепился в ваших интервью. Ну, я понимаю, просто смотрите, есть, да, есть же некие абсолютные представления людей, которые живут в данном конкретном месте и не выезжая никуда за его пределы, поэтому представления их абсолютные. У нас представления сравнительные, потому что мы можем анализировать ситуацию в общем по стране. И замечу вам, прошу прощения. Из-за чего телефон обычный бытовой? И замечу вам, что на самом деле ситуация-то у нас в стране с дорогами становится все лучше и лучше. Это абсолютно объективная история. Я еще раз говорю, я понимаю, что сейчас там по ту сторону микрофона народа как, что он говорит, да вот он у нас в деревне не был, значит, там, да, у нас в колхоз не проедешь уже со времен, там, 17-го года. Значит, все понятно, но в общем и целом, поверьте, что состояние федеральных дорог, состояние дорог межрегионального значения, оно действительно, ну, вот могу сейчас на спор, например, с кем угодно. Сейчас приеду в Москву, вот буду, так сказать, пытаться этот пари заключить. Сажусь в Порше 911 и от норвежской границы доезжаю до Магадана. Вполне себе нормально. Да, да, да. С дорожным просветом в 9 сантиметров. Не вопрос. Сейчас это уже не вопрос. То же самое до Владивостока вообще это, как бы, я считаю, что это просто прогулка. Вот, все. То есть, вот мы забыли про вот эти все ужасы и про прочие, как бы, истории, да, потому что вот еду я, ехали мы туда, ругали и Кировскую область, и Забайкальский край. Едем обратно. Расстояние большое. Да, прошло 4 дня. Те дороги, которые мы хотели снимать, мы же едем обратно, чтобы снимать, как мы едем туда. Ну, потому что мы ехали туда в реальном соревновании с поездом, да, так сказать, проекте, думаю, мы расскажем. Время бегли. Да, вот, да. То есть, у нас не было возможности, скажем так, снимать подробно. А на обратном пути мы решили, ну, как кино делается, решили снять в реальных локациях, то есть, в реальном времени, даже совпадая по времени суток, то есть, как мы ехали туда. Думаем, ну, сейчас Забайкальском крае, вот мы сейчас снимем там, ну, мы сейчас снимем. По разруху вот эту. Да, 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 разрухи-то нет уже. Отремонтировали, да? За 4 дня все сняли, уже нет, уже действительно стоит техника на дорогах, уже все. И предупредили, чтобы проедьте обратно. Те километры, я думаю, что там все это в планах было, значит, те десятки километров действительно порушенного асфальта просто задираются и кладется новый. То есть, работа идет, и показатель хороший, опять же, состояние дорог. Мы доехали уже обратно из Кирова, нам осталась последняя какая-то тысяча километров, сегодня ночью мы будем в Москве уже дома. И мы не поменяли ни одного колеса, мы не обращались ни разу на шиномонтаж. То есть, это впервые в моей практике, я в год накатываю по 80 тысяч километров по стране, впервые. Это намного больше, чем среднестатистические автомобили. Да, я вот последний раз, я ездил по этой дороге на Дальний Восток, мы из Магадана ехали на Кольский полуостров, это был ноябрь месяц. То есть, мне, ну, просто вот ноябрь и сейчас, мне есть чем сравнивать, да, те же дороги, в общем. Вот, и, ребят, правда, вот, мы ни одного колеса не потеряли. Это просто вот, ну, показатель, конечно, качества шин тоже, естественно, да, о шинах поговорим, я думаю. Вот, и это показатель качества дорог, безусловно. А вы въезжали в Кировскую область с территории Пермского края? Сейчас, да. А на обратном пути обратно, да, на обратном, а туда мы ехали, естественно, со стороны Костромской области. Ну, как, мы всегда в Сибири ездим через вас, потому что это самый короткий, самый быстрый путь, скажем так. Просто я лично на автомобиле, тем же самым маршрутом из Екатеринбурга в Киров возвращался неделю назад. И как? Как только я попал на территорию Кировской области, если бы я здесь не жил и не работал, я бы развернулся и поехал обратно. Ну, я вам скажу, что в другую сторону, в сторону Костромы не лучше. Не лучше. В сторону Костромы не лучше. Но, значит, все-таки надо сказать, что если те куски дорог, которые сделаны, они очень живые и хорошие. Потому что все-таки основной поток тяжеловозов, который идет в Сибирь или на Урал, он все-таки идет, почему мы ездим через Киров, а не через Нижний Новгород, не через Казань. Поток идет там. Поэтому ваши дороги не так насилуются тяжелым транспортом. Не настолько разбиты получаются. Да. Потому что мы были свидетелями, мы ехали на Сахалин в 2011 году, была страшная жара. Жара была там 37-38. И, ну, был запрет на езду фур по дорогам в дневное время. Потому что асфальт раскаляется, да. На наших глазах прут фуры в районе Макарьева. И просто под колесами асфальт продавливается. Это видно даже невооруженным глазом. Вот. Но дороги перестелены сейчас. Куски все-таки, да, и у вас тоже. И они в хорошем состоянии. Поскольку такого потока нет, я думаю, что если просто правильно сделать дороги, вот по технологии, они долго проживут, конечно. Они долго проживут. Я думаю, что сделают. Вы знаете, когда про качество дорог заходит речь, мне невольно вспоминается ситуация 2016 года, когда мэр города Владимира, да, госпожа Дивеева, по-моему, заявила о том, что ну вот не приживается у нас асфальт на Владимирской земле. И отторгает его наша земля-марушка. Мне кажется, нашим кировским чиновникам тоже иногда пора. Слушайте, ну, я думаю, что, во-первых, дело не только в кировских чиновниках. Дело в том, что часть дорог, у нас значительная часть дорог, все-таки находится в федеральной собственности. Я имею в виду федеральные трансляции. Ну, у нас в Кировской области этот процесс имеет метод. Поэтому я думаю, что здесь какая-то общая совместная работа должна быть. Но поверьте, еще раз говорю, что я знаком с людьми из Росавтодора и по туристическим проектам, по развитию автомобильного туризма в стране. Мы с ними работаем, сотрудничаем. Там вполне вменяемые, внятные люди, и люди, которые хотят, чтобы было хорошо. Вот это правда. Я как бы здесь не лукавлю абсолютно, и все. То есть это нормальные профессионалы, во-первых. То есть это не просто люди, которых поставили, чтобы там бюджеты осваивать. Это профессионалы. И они делают сейчас огромную работу, выполняют. Огромную работу. В том числе и по замене мостов, между прочим, тоже. Поэтому вот мы теряли время в пробках на реверсивном движении, на трассе Амур, между там Иркутском и Красноярском, да, вот это все. В Омской области. Вот стоишь там по 10 минут, думаешь, блин, ну вот время же тебе тут нужно. Да слава богу, и слава богу, что ты стоишь на этом реверсивном движении, потому что ты видишь, как не три с половиной инвалида ковыряют ломом асфальт, а там десятки или сотни человек работают, и куча хорошей современной техники. То есть это прям, ну вот работа-работа. Вот. Давайте сейчас целому проекту поговорим. В общем, ехать можно. Не можно, а нужно. И вот задача нашего проекта как раз, да. Машина или поезд называется проект. Да, да. Ну форма, она в общем продиктована некой романтикой развития автомобиля в целом, да, за последние 130 лет, потому что автомобиль, когда Товмель появился, ему все время нужно было доказывать свое преимущество. Как можно доказать преимущество? Показать свою скорость, прежде всего, способность перемещаться и не ломаться, надежность. С чем сравнивать? С самым быстрым, что было на тот момент в мире, самым высокотехнологичным, это был паровоз, потому что быстрее паровоза не было ничего. Железная дорога, ее история, она пораньше начинается. Да, 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 не было ничего. Да, самолеты, когда только появились даже и то, это начало 20-го века, уже 94-95-й год, они были все равно медленнее автомобиля поначалу даже, вот. Поэтому паровоз. Вот гонка по поезду и автомобилю, да, она, так сказать, вот кульминации, наверное, приходится на 20-е, 30-е годы этого периода. Там можно вспомнить Вульфа Барната, который гонялся с Голубым экспрессом, такая английско-британская золотая молодежь. Фанаты Бентли были, так сказать, победители Лимана. Вот они, значит, Барната там поспорил с друзьями, что он обгонит сам этот момент быстрый поезд в Европе, Голубой экспресс, который пересекал всю Францию. Друзья его сидели в вагоне-ресторане, пили шампанское, значит, а он дубасил сутки напролет, значит, и... Ну и надо понимать, что качество, собственно, нахождения в пути, да, и дорог, и автомобиль был другой, хоть это и был Бентли, но этот Бентли был по комфорту, так сказать, хуже современного Запорожца, да, вот, надо тоже понимать. Вот, машина тяжелого управления, очень требующая внимания к механической части, гораздо больше, чем сейчас. Короче говоря, он обогнал поезд, вот, и можно вспомнить Клоду Лилюшу, мужчину и женщину, когда они расстаются навсегда на перроне вокзала в Гаври, да, и вот они такие вдавили, да, и они такие все из себя грустные, значит, вот, и потом его осеняет, он садится в свой форт Мустанг и встречает ее на вокзале в Париже, да, проводив ее на перроне там. То есть эта тема, она вот будоражила и будоражит умы людей до сих пор, значит, те, кто сохранил еще долю вот такой романтики, приключений в перемещении в пространстве. И мы решили поставить жирную точку, поскольку в России самый длинный пассажирский железнодорожный маршрут в мире, это Москва-Владивосток. Это поезд Россия, по-моему, да? Неважно, это маршрут Москва-Владивосток. Он тоже через Киров проходит. Ну, в Книгу рекордов Гиннесса, да, официальности это самый протяженный пассажирский железнодорожный маршрут в мире. Вот мы его, собственно говоря, если мы поняли, что если мы обгоним этот поезд, значит, мы поставим жирную точку просто в этой истории, потому что дальше уже будет бессмысленно что-либо делать. И мы это сделали, обогнав поезд на 6 часов. Но, ну, как бы, я обогнал, то есть я сидел в руле один, со мной ехал оператор, который просто фиксировал какие-то вещи, там, писал стендапы за рулем для будущего, так сказать, нашего видео, там, для будущего маленького фильма. Но за рулем сидел я один. Вот. Но это форма все, это все форма такая игривая, а содержание у нас довольно серьезное, потому что мы решили с Юлией Костюшкиной просто людям показать, что, особенно тем, кто сейчас... Ехала в поезд, да, Юлия Костюшкина ехала в поезд, она была пассажиркой, да. Вот. И мы решили, значит, показать, особенно тем людям, которые сейчас переориентируются с внешнего туризма на внутренний, ну, а также и для тех, кто, собственно говоря, перемещается внутри страны привычным для него способом, что есть альтернативный способ перемещения. И одновременно мы развеивали огромное количество предрассудков, потому что мы, когда начали рассказывать о проекте, мы столкнулись совершенно с вот, ну, вот таким мракобесием, с моей точки зрения, каким-то абсолютным со стороны людей. Какими-то штампами. Стереотипами. Да, 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 которые ездят на поезде или на машине, значит, стереотип, стереотипы человека, который никогда не ездил в последнее время на поезде. Значит, это гремит, это шатается, это воняет. Жарко-душно. Жарко-душно, хамство персонала и что-нибудь сопрут. А, и обязательно отравишься в вагоне-ресторане. Ни один из этих пунктов не имеет отношения к действительности, подчеркиваю, ни один. Со временем, я когда, я в поездах езжу редко, кроме Сапсана, вот давно уже не ездил. Москва, Питер, Питер, Москва. Ну, да, и Сапсан, да, в основном, хотя и на машине в основном тоже, больше на машине, чем на Сапсане. Так вот, захожу я провожать Юлю. На Ярославском вокзале. Да, затаскиваю в вагон ее тяжеленный чемодан, который набила продукты им, потому что думала, что она будет голодать, значит, в этом самом. Так. Первое, что мы с ней видим, это вендинговый автомат, который стоит прямо в вагоне. Продает батончики, чипсы. Там все он продает. Да, 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 давайте дальше. Заходим в купе, ну, современные материалы, хорошая отделка, USB-порты, значит, кондиционеры, все, то есть, елки, душ в вагоне. И вот мы так друг друга подкалывали, перезванивались, когда была связь, значит, там все, и они... Ну, вот это потрясающий отдых на самом деле. Этим я тоже была удивлена. То есть отдых начинается не тогда, когда ты на поезде приезжаешь в точку Б, а отдых начинается с момента, как тронулся поезд. Конечно. Да, 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 все. Вот, и у тебя огромный, так сказать, телевизор в виде окна, в котором меняются, значит, совершенно потрясающие пейзажи. Юлька нафотографировала, сделала больше двух с половиной тысяч фотографий в окно, теперь она не знает, что делать с этим богатством, потому что каждая этих фотографий может висеть на стене. А, по-моему, каждый путешествует на поезде, он сталкивается потом с этим вопросом. Это поезд. И я дико позавидовал. Ну, елки, за тебя решают все. Когда тебе, куда тебе, когда тебя везут. Ты можешь, когда хочешь, вставай, когда хочешь, ложись спать. Только книжек можно прочитать. Сколько прочитать можно книжек, конечно. Сколько можно прочитать всего. Можно библиотеку с собой взять. Вот. И это прекрасно. Давайте напомним Москва-Владивосток по продолжительности этого, ну, грубо говоря, неделя. Это шесть суток, 22 часа, 29 минут. Самый протяженный железнодорожный. Есть поезд чуть быстрее, вот. Но мы вот именно выгоняем поезд России. Значит, и, конечно, это прекрасная возможность самоизолироваться. Вот в положительном смысле этого слова абстрагироваться от суеты. И все, да. То есть вот ты, особенно вот, я бы с удовольствием переключился бы на такой ритм. Потому что я сам себе всегда определяю, так сказать, да, график моей жизни. В каком темпе должна жизнь. Да, 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 да. Вот. И это всегда довольно тяжело. А здесь все. Ты как на подводной лодке. Автомобиль, значит, тоже. Слушайте, секундочку. Можно озвучить стоимость билета Москва-Владивосток по поездку? Купе стоит полностью сейчас. Ну, зависит все от времени, когда ты покупаешь. За сколько покупаешь. Вот. У нас купе полностью стоило 82 тысячи рублей. Это целая купа, да? Целая купа, да. Целая купа. Это для тех, кто с семьей едет, например. Ну, ты покупаешь целая купа. По цене одного билета до Турции сейчас. Вот. 82 тысячи рублей. А давайте сразу забежим. На бензин больше или меньше по тратке? Значит, не буду отвечать на этот вопрос. Объясню, почему. Нет, объясню, почему. Вопрос некорректен. Простите, пожалуйста, извините меня, пожалуйста, коллега, но вопрос некорректен. Почему? Нет, просто многие сравнивают. Потому что неправильно сравнивают многие. Вот мы тоже, а сколько стоит доехать на машине? Я говорю, ребят, ну, можно жить в машине, можно жить в гостинице по 20 тысяч рублей за сутки. Правильно? Это кому что? Ну, кто любит это качество? Можно есть, так сказать, то, что ты взял с собой, там, да, набил холодильник себе автомобильный, либо под нужным кормом питаться, с полей картошку тырить. А можно, значит, есть нормально в ресторанах, да, с чеком по 3 тысячи рублей на чек. Можно ехать на машине с объемом двигателя 5 литров, мощностью там 400 лошадиных сил. С расходом огромным, да. Не расходом огромным. Он будет все равно небольшой, потому что ты равномерно катишься, но он все равно будет больше там 12 литров, например, там 12 будет, да. А можно ехать на автомобиле, там, на дизеле каком-нибудь, там, да, малолитражном, и ехать со скоростью, там, 60 км в час, да, отошнить. У тебя будет расход 4,5-5 литров. Ну, это несравнимые вещи. Поэтому у каждого своя манера вождения, у каждого свои приоритеты, представление о прекрасном, о комфорте, обо всем, да, о том, что ты хочешь. Ведь дорога, опять же, я просто хочу как раз перейти, вернуться обратно к той теме, да, которую я начал, о стереотипах, да. Ведь автомобиль тоже для многих, ой, я не поеду на машине, машины, тут плохие дороги, мы уже обсудили, что это не так. Бензин будет везде паленый, я испорчу мотор, значит, встану где-нибудь в ранье полное за последние 10 лет, я ни разу нигде ни на одной колонке не напоролся на плохое топливо в стране. Значит, независимо от того, брендовые это колонки или нет. Мы сейчас ехали и заправлялись тоже, а бы где, как только бак пусть пустует. Нет, вот, ребят, правда, нет этой проблемы. Да, да, топливо разнится по цене, опять же, в регионах. И бывает так, что ты едешь в одну сторону, у тебя одна стоимость топлива, в том же регионе, на той же колонке едешь обратно, другая. Вот мы сейчас в Карелию ездили на электромобиле снимать северное сияние под Новый год. Ну, интересно было поехать на электромобиле, значит, в Карелию. Ну, так символично. Ну, мы охотники за небесное электричество, и как бы мы едем на электричестве земном, значит, да, на электромобиле, да, да, вот такая история, да. Но у нас была машина съемочной группы, где ехала съемочная группа, это был бензиновый автомобиль, да, и вот мы едем, значит, вот. И вот заезжаем на колонку, там под колевалы, в Сеге же, вот, 77 рублей за литр. Мы такие, вау, как? Вот только вот там на Роснефте 50, здесь уже 77. Ну, заправлялись, потому что нет вариантов. Аттернативы нет, да. Да, вот, едем обратно, 54. Ну, то есть вот это интервал два дня, да? Ну, кто-то написал, там вклеили, значит, видимо, местной власти, местная власть наехала на владельца, как всегда. Ну, действительно, просто это хамство откровенное, безусловно, тут как бы вопросов нет. Вот. Возвращаясь, да, то есть вот такой стереотип есть. Значит, ни один из этих стереотипов не имеет права на жизнь, повторюсь, можно сесть в любой автомобиль, который стоит у вас под окном прямо сейчас, и прямо сейчас, вот, без какой-либо подготовки, вот, без ничего, уехать в Владивосток. Все, что вам нужно, можно купить по дороге, везде топливо есть, шиномонтажи везде есть, да, они не очень-то и нужны, на самом деле, сейчас уже, вот, никаких проблем абсолютно. А есть ли поломка какая-то более серьезная в дороге? Ну, слушайте, ну, у вас, вы ездите по городу, вы же тоже боитесь, наверное, это вопрос уже отношения к... В любом случае, перед дальним автопутешествием ты должен убедиться в технической исправности автомобиля. Вот, вы знаете, надо убеждаться в том, что автомобиль технически исправен каждый день, потому что если у тебя, там, условно, начал гудеть подшипник, это не повод думать, ну, ладно, я тут по городу покатаюсь, еще потом его поменяю. Когда у тебя заклинит его где-нибудь под дождем, в час пик, и ты создашь проблемы еще куча, там, сотням людей, создав пробку, вот, это, на самом деле, с моей точки зрения, это хамство. Вот, автомобиль должен быть исправен всегда, независимо от того, да, где ты перемещаешься. Поэтому сел машина и поехал, и она должна быть готова, то есть от ТО до ТО машина должна проезжать без ремонта, вот, вот, это прям, вот, железная история. Машину нужно обслуживать, как самолет, не когда сломалось, а когда, когда ты, вот, вот, понимаешь, что, вот, вот, есть, там, предел, да, чему-то там, да, вот, аккумуляторная батарея, там, 5 лет аккумулятор поработал, ну, выкини его, поставь новый. Не такие большие расходы по сравнению с тем геморроем, который тебе доставит этот аккумулятор, когда он тебе сядет в самый неподходящий момент. Как обычно бывает. Да, где не будет, да, и ты будешь там мучиться бегать с этими проводами, вызывать эвакуаторы и прочее, прочее, прочее. То есть, как правило, скупой платит дважды, поэтому за автомобиль должен быть в порядке, да, всегда. Вот, поэтому вторая, да, история, это рассвеивание стереотипа относительно того, что автомобиль сейчас не может быть реальным средством перемещения для автомобильного туриста в России. На большие расстояния. Может и должен, может и должен, любой автомобиль, причем подчеркиваю, вот. Ко мне как-то мы ехали на Русский Север в очередной раз, ко мне подошел в районе, там, Грязовца, бензоколонки охранник. Это Вологодская область, да? Да, 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 говорит, Андрей, здрасте, да, 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 здрасте, здрасте, все это. Вы слушайте, а вот на Байкал недавно ездили, я видел вас в соцсетях, как дорога-то сейчас там, там, вот на трассе, там, в районе Тайшета, там, плохо было. Я говорю, давно уже, два года назад, как дорогу застелили, уже все хорошо, уже там отличный асфальт, идеальный просто. Он говорит, да, да, а то вот все с семьей снова хотим поехать, значит, на Байкал. Я говорю, часто ездят, ну, да, мы вот с женой на Оке на нашей. Нормально. Да, люди из Вологодской области на Байкал каждый год ездят на Оке. Это нормальные люди. Это не то, что, это вот как раз, вот так должно быть у всех, вот, по этой точке зрения. Это не должно быть исключением, а наоборот. Вот это исключением должно быть то, когда я вот сижу у себя в Кирове, я дальше Кирова никуда не ездил, понимаете? Я встречаю людей там на Урале, я встречаю людей в Бурятии даже, которые не знают просто совершенно потрясающего, чудесного своего края, но прекрасно ориентируются там в Турции на курортах. Я говорю, ребят, ну вы сначала узнаете свой двор, потом свой район, потом свой город, потом свою область, а потом уже можно как-то, да, своя страна же есть, которая на самом деле просто потрясает. Поэтому вот, нет, вот и поездом можно ездить, и нужно ездить, и на автомобиле, каждому просто свой вариант, который ему больше подходит для того, чтобы максимально отдохнуть, изменить свою жизнь. Автомобиль, конечно, это возможность импровизации, это возможность самому выстраивать график движения, возможность повернуть налево-направо, там Юльку подкалывали, а я в Байкале купался, да, там заехал в Байкале, а куда дальше поехал, да, рядом идет дорога, поэтому, конечно, у автомобиля тоже есть свои преимущества. Ладно, давайте, простите, приверемся к хронологии нашей Юлию, значит, посадили в поезд, и вы тут же в автомобиль, и все. Мы замерили сразу глубину протектора шин, потому что мы выполняем еще параллельно вот с этой миссией нашей, так сказать, вот доказательства того, что в очередной раз, что на машине можно и нужно ездить, и оценки современной инфраструктуры, изменения дорог и прочего, 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 мы еще и, так сказать, проводим в наших путешествиях обычно, не только в этом, проводим лабораторные работы. То есть мы, ну, будем откровенны, надо на какие-то деньги ехать, у нас есть спонсоры, партнеры, да, но параллельно мы все-таки не просто, так сказать, используем деньги, а мы параллельно еще и тестируем некие новые продукты относительно их, так сказать, сообразности их применения на российском рынке, да, в реальных условиях. Да, вот у нас сейчас там шины «Континенталь», «Ультраконтакт» новые, кстати говоря, вот я хотел сказать, что вот уходят бренды. Слушай, я тоже хотел спросить, там с заводом «Континенталь» зовут история такая интересная. Они работают, вы молодцы, вы молодцы, вы молодцы, просто молодцы. В Калуге, в Калуге, да? Да, порядочные люди, да, они сразу сказали, издали пресс-релизы, мы вместе были с ребятами как раз на Байкале, вот на нашем ежегодном мероприятии, традиционном на днях скорости, они тоже нас поддерживают, вот как раз в это время все случилось, они писали пресс-релиз, что да, мы вот, просто мы нормальная компания с более чем столетней историей, и мы уважаем каждого нашего покупателя, независимо от того, какие, так сказать, взгляды он исповедует, потому что это наш покупатель, это наш клиент. Там весной была история, они приостанавливались? Невозможно было не приостановиться, потому что нужно было изменять логистику, у нас же, понимаете, шина это же сложный, очень, ну, сложный продукт химического производства, и значительная часть компонентов не производится в России, ее нужно ввести. В том числе и там корт, например, тот же самый, да, там, частицы резиновой смеси, какие-то компоненты. И нужно было наладить новые каналы поставок этого всего, ну, люди справились со своей задачей, мне кажется, нормальный, вот сейчас новый продукт, который они запускают, и в будущем летом эти шины появятся, значит, в продаже, вот, и мы мерили как раз заодно. Ну, то есть, в общем, эти шины сделаны для города, и для, да, они сделаны именно для эксплуатации в такси и каршеринге в основном. Не на высоких скоростях. Повышенные износа стойкости, да, потому что вот в городе, на самом деле, шины изношиваются довольно сильно, потому что частые разгоны, торможения, очень большие ежесуточные пробеги, вот. И вы поняли, мы думали, что, если в городе-то износостойкость нам тоже подойдет, значит, и действительно, знаете, у нас, ну, можно себе представить, на 9 с лишним тысяч, значит, 9 там 130 километров, да, износ протектора составил меньше на передних колесах 0,7 миллиметра, на задних меньше полумиллиметра износ. То есть, это прям отличный показатель просто. Вот обратно еще не мерили, вот замерим в Москве, когда приедем, но я думаю... Ну, исходя из логики, видимо, примерно столько же, да? Да, 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 вот. То есть, это очень хорошее, вот. Вот, и второе, это мы масло тоже, вот, новый продукт, у нас новый бренд, Такаяма, да, это масло, которое разработано для машин восточных, там, азиатских, японских, там, китайских, так, корейских, вот. Вот тоже, да, новый продукт, бренды Ухо, и бренды появляются, да, хорошо. Вот, ну, и вот они тоже попросили нас, говорят, ребят, ну, давайте хоть это, нам интересно, как будет, потому что невозможно в лабораторных условиях воспроизвести реальные условия эксплуатации на российских дорогах. Это ни один полигон не позволит сделать. А тут реальные условия, то есть, хорошая возможность просто проверить, посмотреть продукт, как он работает реально. Параметры масла можно? Вязкость? Ну, лето что, жарко, лето как раз хорошо, потому что, во-первых, позволило экономить топливо, ну, реально, то есть, мы одну заправку, благодаря маслу и шинам, мы сэкономили, потому что шины ещё и лёгкие, не из-за стойки, но лёгкие. То есть, одну заправку мы точно выиграли, к вопросу, кстати, подбирайте правильно масло и правильно шины. То есть, это единственное, как мы готовили, то есть, можно сказать, не готовили даже, просто мы из того, что, ну, предназначено для и рекомендовано к использованию, да, и может быть использовано, это обычное, то, что продаётся в магазинах. Ничего специального, купил просто шины, купил масло, да, там, вот, под лето, отлично, масло с низкой степенью вязкости, вот, и, опять же, да, у тебя мотору легко работать, мотор, значит, дышит хорошо, да, действительно, экономим топливо, едем, вот. Но мы каждые две тысячи брали из по 50 грамм, забирали щупом масло, и для того, чтобы они в лаборатории посмотрели, как в динамике работает. Ну, видимо, какой-то специальный щуп использовали. Да, такой, типа шприца такого с тонкой трубкой, с тонкой трубкой, через щуп, через щуп, тонкая трубочка такая, да, вот, и это работает. То есть, люди молодцы, они просто выкинули продукты, сказали, ребят, пользуйтесь, да, то есть, люди уже продукт, который существует в продаже, они всё равно исследуют его, смотрят, чтобы, может, какие-то внести коррективы. Во Владике-то пришлось масло менять? Да, мы поменяли, конечно, поменяли масло, да, и так же отработку слили, тоже такая отработку... Нет, они попросили, они попросили, да, потому что, ну, вот, я говорю, нормальный, нормальный, производитель, нормальные производители так себя должны вести, не должны смотреть на, как работает их продукт в реальных условиях российских, конечно, для того, чтобы не, там, фуфло покупать или его впаривать, а, ну, я сейчас могу с ответственностью сказать полную, я могу рекомендовать этот продукт сам, как и шины, так и масло, да, то есть, вот, вот, потому что я вижу, как это работает реально. Давайте про машину ещё поговорим. Про машину давайте ещё поговорим. Сузуки, Витара, обычный. Витара, да, обычный. Я тоже удивлён, на самом деле, потому что марка Сузуки, она, ну, как-то у нас традиционно не распространена в России, если смотреть там по статистике продаж, она далеко в 20 лет не входит. А это, знаете, такое, такая история очень... Почему именно этот, в общем, автомобиль? Я объясню сейчас, значит, ну, во-первых, опять же, да, вы видите, что, значит, происходит с автопромом, с международным, и к чести марки Сузуки, и надо сказать, что ребята никогда не заявляли о том, что они приостанавливаются у деятельности в российском рынке, и не то, что уходят. Они работают. Если я не ошибаюсь, официально три модели продают сейчас Сузуки в России. Секс-4, Витара и Джимни, конечно, да, да, причём на Джимни очередь сумасшедшая, и, да, вот. Значит, Сузуки всегда был таким довольно нишевым брендом, потому что эта машина не... она недорогая. Ни люкс, ни премиум. Она, да, но она очень рассчитана на такой свой сегмент, на покупателя, который привык к Сузуки, то есть для которого Сузуки зачастую не первая машина, а вторая, там, вернее, который уже до этого имел Сузуки, пересаживается с Сузуки на Сузуки, да. Даже хорошо это удобно. Да, есть такие бренды, Subaru, например, вот то же самое, да, то есть такие вот. При этом машина, несмотря на то, что она является, в общем, категорией такой, ну, масс-продукта... А, вспомнил, с высокой степенью лояльности, да. Исследования же такие проводятся, приобретёте ли вы эту марку, да, 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 вот, 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 да. Большинство, подавляющее тех, кто ездил на Сузуки, конечно, снова покупают Сузуки. Но, я думаю, это прекрасная машина, как первый автомобиль, вот та же Vitara, например, для людей, которые уже обзавелись семьёй, для людей, которые не ищут способа выпендриться за счёт своего автомобиля, для которых автомобиль это доступное и, так сказать... Надёжные? Надёжные и такое, знаете, средство передвижения, в которое ты веришь, то есть вот которому ты доверяешь, вот, да. То есть это не некий там, не некий способ самоутвердиться. То есть не понты, извините. Да, да, а это некая вещь, это как удобный инструмент, который вот ложится в руку и при помощи которого можно выполнить... Как удобная одежда, качественная, удобная одежда, да, то есть, да. Вот, неброская, но удобная, да, вот. То есть это из этой серии. И, наверное, там не самое сильное место автомобиля, там, его мультимедиа, допустим, там, да, какая-то там, да. Что там, естественно, не так. Я говорю, что не самое сильное место автомобиля, да, но, ну как, вы знаете, сейчас вот... Воспроизводит музыку. Среди, вот, вот, я тоже так считаю, понимаете, сопрягается там с телефоном, да, всё, понятно. Но у многих, как сейчас, вот, многие молодые люди, да, они первое, что, да, вот, какие там... И вот начинается вот эта вот вся история. Да, эти то, да, эти всё. Да, именно с мультимедией. Почему китайцы сейчас так много вкладывают вот в мультимедии эти самые вот... Потому что, ну, трудно вложить там железо и во всё, но явно проигрывает, да. А вот насчёт вот того, что самое дешёвое, что можно сделать, вот. Здесь про другое. Сизуки про железо именно. То есть Сизуки именно про железо. И это очень хорошее железо. Это очень хорошее железо. Это очень качественное железо. И, понимаете, когда производитель не имеет много суббрендов, когда производитель не имеет огромное количество унификаций, там, да, это заставляет производителя концентрироваться на одном продукте, делать его, выверять его, скажем так, да. Вот это вот... Я не хочу сказать, что это хендмейт, но это продукт, сделанный... Вот, то есть машина сделана именно как этот конкретный автомобиль. Это не как некая универсальная платформа, которая используется и для Бентли, и для Шкоды, да, там, вот. Это правда абсолютно, да. Ну, есть, да. Да, Бентли и Шкоды во многом делаются за тех и тех же компонентов, в чём мы будем врать, вот. Вот, Ауди и Ламборгини, да, посмотрите там, да, и Феррари, и Фиат, на самом деле, да. Если вы сядете в Феррари, и вы до этого ездили на Фиатах, вы обнаружили здесь много чего интересного. Андрей, простите, в данном случае это спонсорский, партнёрский автомобиль? Да. Не ваш личный. А сами на чём ездите? Я предпочитаю, как я говорю, индийские и китайские автомобили. Ага. Да. Прямо индийские и китайские? Ну, Jaguar Land Rover сейчас бренд, который принадлежит, да. Да, да, да. И Volvo тоже. Volvo, Geely принадлежит. Да, да, вот у меня, да, у меня Jaguar Land Rover и Volvo, да. Ну, я на Geely, кстати, конечно. Вот, очень отличный, да, очень хорошо, да. Сейчас это Volvo, они в Вольверске используют компоненты, сейчас активно, в Вольверской технологии, да, прекрасно. И дизайн, и внешность, в общем-то. Да, вот, поэтому, значит... Я прошу прощения, надо прерваться, потому что я свяжу за временем, да, и продолжим через несколько, через минуту, верно. Продолжается наша программа. Наш собеседник Андрей Леонтьев, журналист, радиоведущий, телеведущий, автогонщик, путешественник. И говорим мы в том числе о проекте «Машина или поезд». Это путешествие из Москвы в Владивосток, из Владивостока во Москву, проездом через Киров. Ну, надо же как-то привязывать тогда к родному городу. Это всё. Продолжаем говорить про автомобили ещё немножко, да? Про звуки Витара, до которой мы едем, да. Так вот, значит, повторюсь, да, что это всё-таки больше про железо, чем про гаджет. То есть это не самоходный гаджет, это всё-таки ещё автомобиль. Это старый добрый автомобиль, который сделан очень добротно. У меня, естественно, никаких проблем с машиной не было по дороге, хотя машина не новая. У нас машина с пробегом 55 тысяч. А, ну? Да. Но она ездила, она 55 тысяч накатала за полгода. То есть это такая довольно жёсткая эксплуатация. Предшествия, это машина, на которую ездили коллеги-журналисты, это машина из пресс-парка. Но никаких проблем с машиной не было. Я обратил внимание на другое. То, что мне вообще понравилось изначально, когда вот вышла новая «Витара», я на ней ездил и по другим проектам, по съёмкам. Вот ты садишься в машину, ты выходишь через полторы тысячи из-за руля, и ты как будто не ехал. То есть вот с точки зрения эргономики машина просчитана очень хорошо. Нет никаких сбоев в вестибулярного аппарата, потому что бывает такое. Нет-нет, и вообще сидишь удобно. То есть ты, может, выбрал для себя удобную посадку, машина позволяет тебе сделать, хотя электрических регулировок нет сидений, это всё механически, но ты выбрал, всё, и поехал. И вот всё, что касается подпосадки, расположения органов управления, всё сделано настолько разумно, настолько удобно, настолько человечно, что этот автомобиль просто располагает к дальним поездкам абсолютно. Это, конечно, огромный плюс, и далеко не каждый современный автомобиль может похвастаться такими вещами. Качество сборки потрясающее, потому что никаких сверчаков нет в машине. То есть вот ничего не гремит, ничего не свистит, не скребётся. Я буквально накануне на сайт Сузуки в российский официально заглядывал, минимум Витара сейчас стоит, ну, почти 2,200. Если это актуально, это равно 2,200. Вы знаете, она, и учитывая, что Лада Гранта стоит почти миллион. Ну, вот сейчас они снизили на упрощенную... А что они снизили? Они снизили, но дилеры-то накручивают на это снижение. Безусловно. Поэтому всё равно там... Встретились два автомобиля. Нет, за ту же цену я прекрасно понимаю, что указано на заводской цене. Понимаете, что никаких 650 тысяч там нету. То есть вы купите автомобиль за 800, за 800 с лишним сейчас реальную Гранту можно купить. Ну, вот 800 с лишним. И чем дороже автомобиль, чем выше заводская цена, тем выше дилерская наценка получается. Ну, там накручивают. Но, короче говоря, я считаю, что на фоне последнего подорожания, повышения цен, там, 20 небольших миллионов за Сузуки Витара, это отличная цена, это отличный выбор автомобиля. Вот ещё хочется, и перейдём к путешествиям. А на отечественном автомобиле, Андрей, рискнули бы проехать тот же самый путь? Никаких проблем нет, без вопросов. Нет вопросов, потому что, например, Веста, это вполне себе современный автомобиль, который, ну, абсолютно соответствует всем представлениям о бюджетной, качественной машине. Никаких проблем нет, потому что мы обращались на АвтоВАЗ. Первое, куда мы обратились, мы обратились на АвтоВАЗ. Давайте сделаем такой проект. Мы сказали, знаете, у нас всё на холде. У нас всё на холде. Вот, то же самое, так сказать, там в УАЗе тоже ситуация непростая. Поэтому мы не чураемся абсолютно, никаких, абсолютно. Поэтому, наоборот, всё время первое, кому мы предлагаем, это нашим. И постоянно мы слышим, ну, у нас проблемы, у нас тут нет бюджетов, нет машин, и мы на холде. Ну, если вы на холде, а Сузуки не на холде, Сузуки работает. Вот ясно. Ну, это вполне, да, себе такой деловой подход. Так, давайте вернёмся к путешествию. Если мы говорим всё-таки про туристическую составляющую, то хотелось бы мне ещё про инфраструктуру поговорить не для автомобиля, а для туриста. Когда говорили о развитии путешествий внутри России, всё время упирались мы, ну, в том числе, там, мы и в экспертов наших, которые говорили, не готова вообще Россия принимать сейчас туристов, кроме каких-то раскрученных мест, ну, то есть, условно, тот же Байкал, горы какие-то уральские, там, ещё где-то, где уже давно это всё, Алтай, там, да, раскручено. Ну, вот едет человек на машине, ему даже остановиться негде, негде поесть, чтобы не отравиться. Ну, что за враньё? Ну, не знаю. Вот просто это вот... Давайте развеем. Развеем. Да, я имею честь, значит, периодически там участвовать, и как эксперт в различных программах, там, Ростуризма, по развитию автотуризма, и в, так сказать, там, сейчас комитет Госдумы по туризму, который очень много делает для развития автотуризма сейчас реально, это просто ребята прям заморочились на эту тему, и очень много сейчас будет делаться, поверьте. Вот, я тоже принимаю там активное участие, как могу, вот, в этой деятельности, как эксперт, как консультант, наверное, да, и вот сейчас по этой поездке мы тоже выводы сделаем, я тоже буду сейчас рассказывать на... в комитете, да, что происходит. Вот, какие-то мысли есть. Короче говоря, значит, первое. Никогда у нас не был готов Алтай, Байкал и так далее к большому объёму туризма. Все эти разговоры, а давайте мы сейчас в Хакасию будем направлять чартерные рейсы, потому что это место силы и место притяжения, полная провальная концепция, полностью провальная концепция. Нет там, ни на Байкале, ни на Алтае достаточного числа мест, где можно разместить достаточно людей. То есть любой египетский или турецкий курорт, он закрывает большее число номерного фонда, чем Хакасия, Алтай, Байкал, Бурятия и так далее вместе взятые. Увы. Всё. И что? Забыли. Поэтому, поэтому, поэтому. Развитие автомобильного туризма – это единственная возможность как раз рассредоточить потоки по стране, чтобы каждый ехал в своё место силы, в свою точку притяжения. Не чартерами перемещался туда, где ему негде жить, действительно, где за него всё давно съели уже и выловили всю рыбу. Ему надо ехать в свою точку силы. И по дороге он найдёт себе и еду, найдёт себе ночлег, опять же, на свой карман, на свой вкус, на свой график движения. Значит, вот я могу сказать так, что я всем рекомендую не делать в день, если вы едете на машине и путешествуете, больше 350-500 километров. Это вполне нормально для того, чтобы вы могли, значит, в комфортном таком ритме вкусное поесть, красивое посмотреть, в интересное зайти, пищу для, так сказать, ума, для души, для желудка получить и хорошо отдохнуть. Вот это абсолютно реально сделать на любом направлении, любом, подчёркиваю, направлении, даже по дороге в Нарьян-Мар зимой. Вы не пробовали. Но это реально. Всё, у нас есть для этого... Вот смотрите, сколько в Кирове гостиниц? Ну, давайте посчитаем. Расстояние от Кирова до Перми какое? 600 километров. От Кирова до Перми? Да. 600? Меньше, чуть-чуть. Ну, чуть-чуть меньше, я врубляю, да. Да, отлично. Посредине есть где жить? Есть Глазов, например. Можно остановиться вполне себе, да? Ничего. Амутнинск, да? Можно? Можно. Афанойсево. Да, конечно. Вот, пожалуйста, вам вы разбили уже на два этот самый, этот участок, да? От Перми до Яката сколько? 400. 400, да. Чуть меньше 400. Правильно? Можно за один раз проехать? Можно. А можно в Кунгуре остановиться? В пещеру сходить? Можно. В Кунгуре достаточно гостиниц? Достаточно. Всё, ребят, о чём мы говорим? Мы сейчас давайте дальше, я вам сейчас всю Россию расскажу. Поэтому полный трёп о том, что по еде, опять же, полно совершенно заведений по дороге. Ну, полно. С нормальной кухней. Никто там никого не травит наоборот. Все сейчас, такая конкуренция большая, что все стремятся сделать так, чтобы к ним приезжали именно. К ним к лимитуре, да. И учтите, что всё это рассчитано не на вас, дорогие любители автопутешествий. А всё это рассчитано, конечно, на индустрию перевозок. А индустрия перевозок не терпит ошибок. Сколько было в 2000-е годы, в начале 2000-х годов по России сгоревших шалманах придорожных? Это научило людей думать о том, кого они кормят, как они кормят. И если вы видите, что много фур стоит у какого-нибудь заведения, туда идите, потому что там... То есть можно, да? Не то, что можно, это, понимаете, да, люди же ездят по тем же маршрутам, как правило, они останавливаются, да. Они знают, здесь хорошо, здесь не отравят. Поэтому всё, забыли про вот эти вот то, что пирожки из кошек там, про суп из топора, забыли про это. Нормально везде кормят, нормально можно жить, нормально можно жить. Можно жить и за 500 рублей, можно за 20 тысяч. Ну, не вопрос сейчас, правда. Вопрос просто спланировать вашу дорогу нормально, ориентируясь не на Яндекс.Карты, ориентируясь на комплекс источников, да, на два ГИС, например, например, на местные форумы, которые могут дать достаточно большое количество информации, ориентируясь на городские сайты больших и маленьких поселений, которых тоже там много чего есть. Вот саккумулируйте эту информацию, посмотрите, да. А самые продвинутые люди, например, я рекомендую, заходите на сайты автодоров местных и смотрите наряды на дороге, потому что вы поймёте, в каких местах сейчас реально идут дорожные работы, и это либо нужно объезжать, либо нужно быть готовым к тому, что там будет пробка, да. Всё, вот. Поэтому никаких проблем сейчас с инфраструктурой у нас нет. С развитием инфраструктуры есть проблемы, потому что, например, современные стандарты предписывают придорожному отелю, придорожному кафе или ресторану, например, создание асфальтированных комфортабельных площадок и разгонных полос при выезде на федеральные трассы. То есть владельцу... Когда ты не мешаешь потоку. Да, да, да. Владельцу заведения... Маленького. Маленького заведения нужно построить полкилометра части федеральной трассы, учитывая стандарты федеральной трассы. Со всеми требованиями, да. Это нереальные деньги. Это неподъёмные деньги. Там сотни миллиарда, по-моему, даже. Это миллионы, это десятки миллионов рублей, это неподъёмные деньги. Поэтому сейчас как раз вместе с Росавтодором эта история пересматривается. И я очень надеюсь, что законодатели примут разумное решение, когда эта часть работы будет переложена всё-таки на федеральный бюджет и переложена будет на региональные бюджеты, либо это будет какая-то грантовая история. То есть эту проблему, да, все понимают эту проблему, эта проблема должна быть снята, и все понимают, что иначе бизнес задохнётся. Но даже сейчас бизнес уже работает, да, работает тяжело, работает трудно, но люди на местах, вот эти вот предприниматели, которые у трасс что-то делают, уважайте их, дорогие друзья, и поддержите их. Заезжайте к ним, они всё делают для того, чтобы вам было хорошо. Мы недавно с Владимиром по итогам его поездки в Екатеринбург общались, как раз я говорила, что местный туризм не начнёт развиваться до той поры, пока, извините, у нас там вдоль трассы или каким-то образом ещё не будут выставлены аншлаги практически там через каждые полкилометра, что здесь поворот, вот можно доехать сюда. Ну, то есть вопрос о навигации. Нет, нет вообще никакого. Да, смотри, сейчас что мы хотим сделать. Значит, вот при поддержке, проект, который мы хотим очень, я хочу тоже очень реализовывать и... В ближайшем будущем. В ближайшем будущем, да. И вот очень хорошо, что Комитет по туризму Госдумы выступил как бы локомотивом этой истории, и активно это дело пытается продвигать, подключив к этому и Росавтодор, и Ростуризм, и прочее, да. Создание федеральных автомобильных маршрутов туристических, где будут саккумулированы уже заранее и люди, которые предоставляют условия ночлега, топливо, рекомендованные будут колонки, это будет навигация, это самое, о которой мы говорим, это будут по специальному, как бы, ну-то отобранной достопримечательности и уровень сервиса на этих достопримечательностях. Чтобы человек не просто приехал к ржавому забору посмотреть на красоту, а чтобы там была палатка с сувенирами, чтобы там был туалет, простите, нормальный, тёплый. Водички можно было купить. Чтобы можно было, да, что-нибудь, да, хотя бы кофе выпить или купить воды, да, и лавочка, чтобы посидеть и сделать селфи, да, то есть вот это минимум. Нет, в этом ничего сложного нет. Если, опять же, местный бизнес к этому подключить, если местный бизнес будет понимать, что сюда будет поток, и что сюда будут ехать люди, он сам это всё сделает, понимаете? Вот, вопрос просто организовать этот маршрут, да, при поддержке, опять же, местных региональных властей. То есть это программа какая-то будет, которая будет загружаться? Да, мы очень хотим её сделать. Нет, 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 это будет, да, естественно, во-первых, это будет, конечно, это будет программа, которая у тебя будет, да, включая не только электронный, но это следующий этап, мобильное приложение, это моя мечта просто, мобильное приложение, да, мы уже концепцию разработали мобильное приложение тоже, оно у меня всё прописано, что там должно быть, да. Вот, потому что я вам скажу, да, потому что вот сейчас, чтобы спланировать путешествия, человеку, чтобы спланировать его качественно, нужно как минимум пройти 10-12 сайтов или источников информации. Мы хотим, чтобы всё это было в одной коробочке, чтобы всё в одной коробочке лежало. Вот, ещё, ребята, если говорить о фонструктуре, вот сейчас поругаюсь уже и поругаюсь на сотовую связь. Значит, у нас страна, отсутствие мобильного интернета, мобильного интернета в стране у нас нет. Вот я подчёркиваю это, нет, просто нет. Сотовая связь присутствует у нас тоже. Вблизи больших населённых пунктов, мегаполисов. И смотрите, вот реально по вот даже такой оживлённому вроде направлению к Москве-Владивосток, где мы всё проходим через крупные города и так. Значит, у нас мобильного интернета нет на 30% дороги. Вот просто 30% путешествия без мобильного интернета. Да, процентов 15, отсутствие полной мобильной связи. Ну, 10-15% вообще. То есть, если будет проблема, вы не дозвонитесь на этом участке. Никакая эроглоназа работать не будет. Это полная фигня всё. Поэтому вот мы, совет, да, мы всегда с собой в дальние поездки, да и не в дальние тоже, возим Иридиум. Спутниковый телефон. Спутниковый телефон, да. Потому что ты всегда дозвонишься, всегда всё. Да, это не дёшево, но это безопасность. Увы. Ну, такие противоречивые, да, и вроде как и похвалили, да, и поругали. В общем, в целом всё хорошо, но есть куда двигаться, да. В общем, путешествуйте по России. Спасибо большое Андрею Леонтьеву, журналисту, телерадиоведущему, автогонщику, путешественнику, тревел-блогеру. Я не тревел-блогеру. Нет, 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 это так и ладно. Нет, это так и ладно. Нет, это так и ладно, да, не доросся. Удачно добраться до дома. Спасибо, нам последние тысячи осталось. Удачного пути. И где потом результаты можно в видеозарисовке посмотреть? Ну, во-первых, мы уже выложили дневники в Ютьюбе, в Ютьюбе выложили наши дневники на канале. На ваших каналах. Выходные на колёсах. На ваших каналах, да, и в ВКонтакте выходные на колёсах, и в Фейсбуке, и в Инстаграме, в ВНК. Возрастное ограничение должна спросить Роскомнадзор. У нас без возрастных ограничений. Да, у нас там всё проставлено, да. Хорошо. Вот, и, да, да, и кроме этого, мои личные, Андрей Леонтьев, мои личные соцсети везде, да, и в ВКонтакте, в Фейсбуке всё выложим тоже. Ссылки есть, Телеграм-канал Андрей Леонтьев, выходные на колёсах. Спасибо, спасибо, всего доброго. Спасибо большое, Андрей, до свидания, удачной дороги. Спасибо. Возрастное ограничение блога выходные на колёсах 12+. Субтитры подогнал «Симон»